Первый и единственный в России. Телерадиоканал Страна ФМ. Один на всю страну. А, друзья, 10 часов и 7 минут, точное московское время. С вами по-прежнему телерадиоканал Страна ФМ. Всем еще раз здравствуйте. Доброе утро. Юлия Егорова здесь в студии. Влад Кутуза. Кутуза. Спасибо тебе большое. Вот такая говорочка по-прежнему. Мы сегодня не одни. У нас замечательный персональный, потрясающий гость, о котором Юля сейчас расскажет. Да, прежде чем я представлю вам нашего гостя, хочу сообщить о том, что в Москве с 19 по 21 июня пройдет форум социальных инноваций. В этом году он объединит более 3000 участников из всех субъектов Российской Федерации. И вот подробнее об этом действительно грандиозное мероприятие. Мы сегодня поговорим с заместителем руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимиром Филипповым. Владимир Эдуардович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Но поговорим не только об этом. Слушайте, я хотел зайти сразу в вопрос. С вопросом. Давай. Вот смотрите, называется он форум социальных инноваций, да, прежде всего. Для многих, ну для вот обычных, социальных, понятно, что инновации тоже. А вот социальные инновации, вот конкретно о чем идет речь? Это все, что благодаря развитию технологии помогает человеку жить безопаснее, интереснее, комфортнее, дольше, здоровее. Потому что все, что связано с человеческой жизнью имеет много-много аспектов, но сейчас, например, в нашем городе продолжительность жизни растет. Еще в начале десятых годов нашего до 21 века у нас продолжительность жизни была чуть больше 70 лет в Москве. Сейчас она уже перешагнула порог 78 лет в среднем, и в десятилетней перспективе мы выйдем даже где-то в районе за 80, за 85 средней продолжительностью жизни. Получается, мы можем догнать и Японию, да, я, насколько знаю, там у нас долгожители самые серьезные обитают. Самые серьезные долгожители обитают на Окинаве, на Коста-Рике и на Сицилии, если говорить, из европейских таких мест. Причем не вся Италия, вот именно, и даже не вся Коста-Рика там есть один остров, где самый большой. Ну как и Японии, собственно, тоже не вся, вот один остров только. Мы уже сейчас входим в топ-10 мировых мегаполисов, если брать Москву, по продолжительности жизни. А с ростом продолжительности жизни еще важно, чтобы росло качество жизни. Потому что, что ни говори, с возрастом те или иные заболевания проявляются. Отпечаток не очень здорового образа жизни в молодости, в средние такие работоспособные годы тоже дают о себе знать. Но сейчас в Москве доступность высокотехнологичной медицины становится все шире. Все, что связано с операциями со зрением, с катарактой, где-то с заменами суставов, стендированием и так далее, и так далее. Весь этот комплекс мер помогает человеку, москвичам жить не только дольше, а жить, по сути, полноценной жизнью. И порог старости, он уже отодвигается. Он сейчас у нас где-то в районе 71 года, хотя несколько десятилетий назад, мы помним, даже по советским фильмам, еще там человек 50 лет, ну там «Старики-разбойники» фильм, да? Слушай, ну а старуха про оценщица в преступлении, ей сколько там, 36 лет было? Мы можем вспомнить, что этот Анхамон умер уже в 18-ти, Александр Македонский до 25-летнего юбилея не очень дожил. Поэтому тут все растет, все меняется. И социальные инновации — это как раз про то, как наука, технологии, в том числе и урбанистика, как проектируются города, чтобы люди чувствовали себя не только здоровыми, но еще и счастливыми. Форум социальных инноваций, он про это. И впервые в этом году мы приглашаем не только экспертное сообщество, не только людей, которые отвечают за тельные сферы, но мы форум вместе с Советом Федерации, который является основателем форума социальных инноваций, делаем форум впервые открытым для широкой аудитории. То есть мы приглашаем всех москвичей, студентов, кто учится на профильных специальностях, всех, кто интересуется, как развиваются технологии, про здоровье, про благополучную жизнь, приходить в 75-й павильон ВДНХ с 19 по 21 июня. То есть правильно я понимаю, Владимир Эдуардович, что любой желающий человек может задать свои вопросы участникам форума, может стать полноценным участником этого действия? Есть разные форматы. У нас значительная часть форума — это выставка, куда можно прийти, посмотреть, как те или иные проекты реализуются, как конкретно тебе могут быть интересны и доступны, как меняются московские поликлиники, как меняются социальные центры, какие новые возможности дают образовательные школы не только для детей, но и для взрослых, как работает проект мэра «Московское долголетие», как ЗАГСы меняются, как сервисы в центрах «Мои документы», более клиентоориентированные, более уважительно относящиеся к горожанам, меняют атмосферу и вообще самочувствие в городе. Поэтому вот обо всем об этом, о конкретных прикладных технологиях, из совокупности которых складывается общее такое ощущение в городе, мы не только поговорим на форуме, но еще и покажем. Ну и, конечно, на форум мы пригласили, и значительная часть подтвердила, что они у нас будут, и разные лидеры мнений мира мы пригласили Митю Каку, это один из входящих в топ-3 мировых футурологов, физик, который говорит о том, как сверхразум, искусственный интеллект, новые технологии будут помогать обществу установиться более честным. Ой, как интересно. Потому что технологии, вот мы там часто слышим слово блокчейн, ну кажется, что это про космос, про что это такое, да? Ну и технологии уже работают, и каждый шаг мы видим, за что ты когда заплатил, где, в какое время, в какой геолокации, находясь, какую операцию ты там совершил и так далее. Да, или когда не выходя из дома, ты совершаешь записи в поликлинику ко всем врачам вообще. Это самые простые вещи, но технологии развиваются очень быстро, и они меняют не только технологический уклад, они еще и меняют коммуникации, взаимоотношения между людьми. Проще говоря, пройдет не так много лет, когда такое мелкое жульничество, мошенничество, кто-то у кого-то украл кошелек, или кто-то купил алкоголь в то время, когда его нельзя покупать, или в том возрасте, когда нельзя покупать. Это все станет просто невозможным, и, соответственно, общество будет становиться более честным. Даже когда ты едешь в машине на той трассе, на том участке, когда у тебя ограничена скорость, там 60 километров в час, ты в принципе же не сможешь ехать 80, потому что... За тобой следят. Да нет, за тобой следят. А даже мозги твоей машины и твой телефон, который сейчас уже находится, видишь, что ты бежишь быстро. А может не позволить, это будет невозможно. Либо даже он у тебя начнет списывать с привязанной карточки... Автоматический штраф. Что автоматически остановит. От дальнейшего нажатия на акселератор. Брынь, бррынь, бррынь, все. Это где-то такая социальная, где-то кажется фантастика, но вот мы поговорим о том, как технологии меняют социальные коммуникации, тоже не только с нашими московскими, русскими, российскими учеными, но и поговорим с одним из лидеров мировой футурологии, с Митей Укаку, который к нам приедет. Мы знаем, что кроме него будут еще очень именитые спикеры. Да, давайте об этом попозже поговорим. Тема такая большая. Мы о науке, о здоровье и о... Вообще обо всем сегодня будем говорить, наверное. У нас небольшой перерыв, 3-4 минуточки, мы вернемся и продолжим. Доброе утро. Доброе утро. И тем, кто только что к нам присоединился, я спешу напомнить, что с 19 по 21 июня в Москве пройдет форум социальных инноваций. Он уже будет в третий раз в нашей стране проходить. Осторожно, Владимир Эдуардович. Да, да, да. И сегодня об этом форуме, и не только об этом, мы говорим завестителем руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимиром Филипповым. И вот сейчас вот нам Владимир Эдуардович по страшному секрету рассказал, что будет еще один очень знаменитый спикер на этом форуме Дэн Бютнер, человек, который вывел, можно сказать, какую-то уникальную формулу долголетия. Он вместе со своей командой изучил те зоны на планете Земля, где люди живут в сравнении со среднестатистической продолжительностью жизни на Земле достаточно долго. Ну это о чем мы говорим? Коста-Рика, да? Это Коста-Рика, это Окинава, это Сицилия, это еще некоторые зоны на Земле. И он вывел законы долголетия. А есть какая-то закономерность между этими регионами, наверное, да? Вот он находит, вот, например, люди в странах с высоким ВВП не всегда вместе с этим настолько же счастливы. То есть люди в Коста-Рике, где не очень такой высокий уровень вообще дохода и так далее, но по уровню счастья опережают жителей большинства технологически развитых стран. Например, Япония, где и высокие доходы, и технологии и так далее по уровню счастья не очень, в общем, так сказать. Интересно, а Швейцария как поживает, да, которая видится на какой-то очень... Самая счастливая страна в Европе среди наших соседей — это Финляндия. Да ладно? В 2018 году опять в рейтинге самых таких счастливых обществ заняла лидирующие позиции. Финляндия веселятся. Слушайте, а почему это происходит? Так, в Крации, если вот просто очень интересно, это отношение самих людей вот к окружающему миру, к тому, что с ними... Или почему? Есть разные концепции, ученые тоже об этом спорят, но есть даже такая шутка, что для счастья тебе всего нужно там две или максимум четыре вещи. Такие какие? Ну это дофамин, серотонин. Ну да, действительно. И понятно, что все, что у тебя в организме происходит, все твои чувства и эмоции — это тоже какая-то химия. Поэтому мы будем на форуме социальных инноваций, если говорить о науке, разговаривать и с биохимиками, и говорить о биохакинге. Мы пригласили, к нам приезжает Обди Ди Грей, это британский биолог, геронтолог, который тоже выявляет закономерности, делает различные научные публикации, является тоже одним из гуру, из лидеров про то, как меняется общество, и что старость — это совершенно не страшно, и совершенно другие сценарии. У нас сейчас в Москве, сегодня у нас проживает людей в нашем городе в возрасте 55 и старше, 2,7 миллиона человек. Через 10 с небольшим лет мы понимаем, что у нас 4 миллиона москвичей будут в возрасте 55 и плюс. Это о чем говорит? Это говорит о том, что тоже будут меняться и рекламные, и маркетинговые стратегии. Потому что если сейчас многое, в том числе и ваши эфиры, и реклама, они ориентированы на такую молодую аудиторию, и мода ориентирована на молодежь, и кино, и культура зачастую ориентированы на молодежь, то мы сейчас говорим, что доля старших людей будет расти, и мы с вами окажемся через 10-15 лет в этой же категории. Поэтому нам надо думать и делать, чтобы это было интересно и хорошо. Да, вот вы заговорили о том, что и мода ориентирована на молодежь, и спорт, да, это все, там, это фитнес, это ЗОЖ, как бы, а вот именно спорта для людей более зрелого возраста, его как-то меньше. Вот мы с вами сейчас говорили за кадром про ту же саму скандинавскую ходьбу, которая становится, ну, можно сказать, вообще ведущим трендом для людей взрослых. И здорово, что в Москве, я знаю, вы очень активно развиваете этот вид спорта сегодня. Вообще скандинавская ходьба, или как профессионалы иногда приходят, говорят, мы не скандинавская ходьба, мы северная ходьба. А, северная ходьба, надо говорить. Вот тут это вопрос тоже определений, мы, не так нам важно, как это называется, важно, как это помогает людям. В рамках проекта мэра «Московское долголетие» у нас уже второй год скандинавская ходьба занимает лидирующие строчки по количеству участников. Если у нас на сегодняшний день в проекте мэра «Московское долголетие» минимум раз в неделю на разные формы занятий приходят уже 160 тысяч москвичей в возрасте от 55 и старше, эта доля постоянно растет. Это регулярные... Это люди, которые минимум раз в неделю приходят на занятия. Некоторые из них приходят два раза в неделю, три раза в неделю на занятия. То есть это не только скандинавская ходьба, это и уроки английского языка, и рисование, и пение, и лекции по здоровому и счастливому образу жизни. Но вот у нас каждую неделю где-то в среднем 2,5 тысячи москвичей к проекту присоединяются. Это такие достаточно уверенные темпы роста. И если говорить о том, как скандинавская ходьба помогает, она не только помогает человеку держать себя в форме. Самое главное для старшего поколения, мы всегда проводим социологию и получаем ответы, это общение, коммуникация, это новые друзья и так далее. Тусовка, в общем, да. И нет в этом ничего плохого, это самое главное. У нас нет задачи ставить большие мировые рекорды по количеству прохождений. По километражу. Ну, клевый, уж извините за слово, такой эффект, который заключается в том, что с момента старта проекта «Московское долголетие» у нас 13 пар познакомились. Да ладно. Начали встречаться, флиртовать, общаться и дошли до ЗАГСов. Вот это да, вот это мне прямо, мне кажется, заслуживает аплодисментов информации. Юля, лет через 20 у нас есть шанс. Ну, не с тобой вместе, а вообще, я имею в виду, прекрасные шансы. А что я волнуюсь, да, вот все, я отправлюсь в лес с палками, и авось там тоже встречу свои судьбы. Вот, кстати, про палки я помню, как еще буквально несколько лет назад я вышла, я 4 года уже занимаюсь тоже этим видом спорта, с палками в парк, на меня смотрели, ну, мягко говоря, косо. А теперь уже нет, потому что вас много. Слушайте, давайте мы снова прервемся, несколько минуточек, и мы продолжим. Доброе утро, друзья. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. И вот с Владимиром Эдуардовичем мы обсуждаем и грядущий форум социальных инноваций, и московские проекты, и спорт, и здоровый образ жизни. Давайте вернемся к форуму, потому что он заслуживает вот прям подробного обсуждения. Мы с Кутузовым зашли на сайт, видели, что там уже есть прям такая хорошая программа, по часам практически расписано, что, где, в каком зале можно посмотреть. Очень нам понравились названия залов, как-то креативненько вы придумали, расскажите об этом. Ну, форум будет состоять, как я уже сказал, из такого большого выставочного блока, где можно ходить целыми днями, трогать, чупать, проверяться, мерить пульс, смотреть. Если ты питаешься гамбургерами, бургерами, ешь на ночь, как ты вот будешь выглядеть, сфотографировавшись сейчас, и он покажет аппарат, как ты будешь выглядеть лет через 20 или 30, если не изменишь свой образ жизни, если вообще будешь выглядеть. А, то есть там будут такие интерактивные штучки. Интерактивные штучки. Будем рассказывать вообще об инфраструктуре города, которая не только меняется, но уже готова к тому, чтобы по-другому принимать москвичей, например, на диспансеризацию. Потому что мы должны понимать, что там 70% твоего здоровья зависит от тебя самого, а из этих 70%, 70% наверное, зависит от режима питания. Что ты ешь и как ты двигаешься. Поэтому наша задача еще и такая просветительская, рассказать, что врачи в лучшем случае спасут. А вот чтобы ты до этой критической точки себя не довел, нужно просто самому брать силу воли и посмотреть, что ты ешь. А что касается диспансеризации, я знаю, что многие не проходят регулярно ее просто потому, что кажется, что сложно. Сложно записаться, сложно все это пройти. Если уже сейчас в городе единая система, думать, что стоит денег, она же ничего не стоит. Во-первых, все, кто зарегистрирован в обязательном медицинском страховании, это практически все работающие люди, те, кто вышли на пенсию, все граждане России, они имеют право на бесплатную медицинскую помощь. И в этом плане наша страна одна из немногих на земном шаре по уровню такого медицинского гарантированного обслуживания. Но на диспансеризацию, конечно, надо ходить не только, когда у тебя что-то заболит, и оно поболело и прошло. Когда что-то болит, это уже прям такой явный сигнал, что есть какая-то дисфункция в организме, и какие-то системы начинают друг с другом конфликтовать. Поэтому каждый из нас закреплен к поликлинике по месту жительства. Если вы не закреплены, то, пожалуйста, посмотрите, выберите поликлинику, закрепитесь. Вы можете выбрать поликлинику даже не только там, не в том районе, где вы живете, а там, где вам удобно, где вы работаете, и закрепиться, наверное, за ней. И хотя бы раз в месяц, раз в год сдавать анализы, проходить врачей, диспансеризацию. Потому что лучше максимально рано выявить какие-то изменения, которые в организме происходят, потому что практически все в наше время уже лечится. Не лечится только то, что запущено. И вот продолжительность жизни, она как раз зависит от самого человека, от того, какой он образ жизни ведет, и как он себя проверяет. Мы же, когда ездим на машине регулярно, там она у нас показывает, до следующего ТО осталось там 5000 километров. Мне кажется, действительно, мы тщательнее следим за своими автомобилями, чем за собой. И к машине следим, масло меняем, давление в шинах проверяем, там, не знаю, все-все-все датчики. А на диспансеризацию лень записаться. Вы знаете, мне кажется, вот Юля, ты правильно сказала, там, может быть, многие считают, там, либо платно, либо неудобно, либо они вообще не понимают, как делать. Мне кажется, другая история немножечко. Люди просто у нас привыкли десятилетиями. Если ничего не болит, то ходить никуда не надо. Поэтому продолжительность жизни была очень низкая. Нужно поменять сознание, как раз, да, и рассказать о том, что как раз периодически это нужно делать, чтобы ничего не заболело. А еще мне кажется, что наши люди до сих пор не привыкли. Вот, ну, только-только, наверное, как бы, сказать, въезжают в эту тему. Электронная запись, это вот все, у тебя есть приложение в смартфоне. Есть система ЕМИАС, когда ты уже сейчас в Москве можешь записаться через приложение. К врачу не надо приходить к регистратуре и уговаривать сотрудника поликлиники, выдать талончик, выдать. Это время не совпадет. Сидишь в коридоре, ругаешься с теми, кому только спросить. А тебе не только спросить. Да-да-да, наше детство. Все вот эти истории мы помним, с ужасом иногда, наверное, конечно. Конечно. Это все уходит в прошлое, поэтому мы делаем социальным комплексом правительства Москвы все, чтобы человеку было удобно и можно было записываться через приложение. Понятно. В общем, здравоохранение будет... Здравоохранение будет на форуме социальных инноваций посвящено очень такое большое место, и не только здравоохранению в классическом понимании, но и вообще технологиям здорового образа жизни, питанию, физической двигательной активности. И как раз мы расскажем, что для того, чтобы хорошо выглядеть, совершенно не всегда обязательно упахиваться и бегать там по 10 километров, травмируя суставы. А сколько нужно ходить? Ходите 10 тысяч шагов в день, пьете 2,5-3 литра воды, ограничиваете себя в некачественных углеводах, в жирной пище. Огромное количество сейчас есть рецептов, мы тоже там будем показывать, как делать еду полезную, но при этом вкусную. И это все мы можем посетить мы, посмотреть программу и прийти в нужное время на нужную лекцию. В нужный зал, как они называются? Кроме выставки, да, как раз еще будут залы, где мы будем разговаривать и с отечественными, и с мировыми светилами. У нас несколько залов, мы их всех назвали по таким великим русским рекам, и тоже можно будет легко ориентироваться. Залдон, да, Залдон, Волга, Волга, Печора, другие-другие реки, поэтому будет хорошо. А я знаю, что еще, Владимир Эдуардович, там будут и благотворительные спектакли, то есть культурная программа. Вообще задача форума в широком смысле слова несколько менять отношение людей к себе, к здоровью, к счастью, к коммуникациям. Поэтому, конечно, нам без лидеров мнений, без звезд здесь это сделать сложно. И они наши большие такие амбассадоры, апостолы вот этой новой социально-городской политики. Поэтому у нас и Юлия Пересилит, и Тимур Родригес, и Петр Налич, Алиса Кребенчакова, Лиза Розамасова, Егор Дружинин и многие-многие-многие другие. Даже министр счастья из Эмират, по-моему, из Эмиратов приедет. Она приедет не на культурную программу, а все-таки на деловую. Есть в Объединенных Арабских Эмиратах министерство счастья. Мы тоже коллегу пригласили, сейчас смотрим, насколько график у нее совпадет. Но предварительно они выразили желание, что им интересно своим опытом поделиться. Большая будет такая культурная программа, поэтому мы всех приглашаем и на ВДНХ, и в московские парки, для того, чтобы атмосферой зарядиться и, может быть, подумать, все ли правильное в жизни делаю. А кредит свое сознание. Да, еще раз, напомню, с 19 по 21, три дня, 19, 20, 21 числа. И июня. И июня, конечно же, практически через месяц, чуть-чуть с копеечками. Друзья, вновь небольшой перерыв у нас, и мы продолжим очень скоро. Слушайте, ну какой же у нас сегодня интересный, познавательный и полезный разговор. У нас в студии заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. Мы с Владимиром Эдуардовичем обсуждаем форум и проект «Московское долголетие». А в том числе, кстати, не в эфире, но сейчас мы вернулись, поэтому продолжим теперь здесь. Да, форум, если вы только что к нам присоединились, напоминаю, форум социальных инноваций, который с 19 июня по 21 в Москве будет проходить. Давайте к долголетию московскому. Я живу вот рядом с Парком Победы, рядом с Поклонной горой, и у нас там везде просто объявления. Записывайтесь, приходите, запишите родителей. Неужели можно как бы без участия родителей его записать к вам? Записать можно, а вот чтобы пришел на занятия, конечно, человек сам должен захотеть. Мы просим всех, кто может рассказать своим старшим родственникам, соседям, друзьям о том, что в каждом районе Москвы в пешей доступности от места, где вы живете, абсолютно бесплатно, не только для льготных категорий, а вообще для всех москвичей, старше 55 лет женщин и 60 лет мужчин, работает проект «Московское долголетие», где вы можете выбрать занятия, начиная по 12 направлениям. Мы гарантируем их в каждом районе. Вот о чем мы говорили сегодня и про скандинавскую ходьбу, и физическую культуру, и рисование. Танцы есть? И танцы, и зумба, да, и много-много, и английский язык. Приходите совершенно бесплатно, занимайтесь. А вот вы сказали, там 12 направлений, да? Да. А там есть какой-то лимит? На одно можно записаться, на два нет никакого. Сколько осилишь? Сколько осилишь? Хочешь все 12. Хочешь каждый день ходить. Вот моя мама, ей исполнилось 55 лет, и она торжественно записалась на английский язык. У нее там уже даже какая-то компания. Вот она ходит. Действительно подтверждаю, бесплатно, интересно и рядом с домом. И самое главное, мне кажется, общение. То, что можно еще по интересам объединяться. На сути нет задачи, чтобы все там TOEFL сдали или еще какие-то там экзамены по английскому языку. Хотя это тоже можно, разные уровни продвинутости групп есть. Но самое главное, действительно, общение на интересные темы и то, что люди приходят. И вот я уже говорил, две с лишним тысячи в неделю. Это прирост у нас по числу занимающихся. Хорошие цифры. А вы знаете, я о чем подумала? Учитывая то, на каком уровне сейчас находятся столичные парки, не заниматься спортом, ну это просто грех. Мне кажется, что летом они будут вообще очень-очень востребованы, да? Город, правительство Москвы, мэр создавали инфраструктуру, меняли парки и благоустраивали, чтобы сейчас у нас появился новый стиль жизни. И к этому тоже нужно привыкать. Новый стиль жизни нельзя распоряжением или вот так по щелчку пальца применить. Но когда город меняется, когда в городе везде красиво, когда в городе безопасно, у нас один из самых безопасных городов мира, потому что система видеонаблюдения сейчас тоже, мы должны понимать, фиксирует практически каждый угол, у нас весь город освещен. То есть мы становимся сейчас как европейские столицы? Мы становимся лучше европейских столиц. Это совершенно не патетика. Это все можно сравнить. Потому что такого количества решений урбанистических, которые влияют на качество жизни, ну мало здесь. Просто у нас такая природа, мозг наш так натренирован, нейронные связи, они как мышцы. Что ты тренируешь, так они и думают. Мы как-то так постоянно десятилетиями, что вот там мы везде хорошо, у нас плохо. Просто наш мозг приучен так думать. Мы, кстати, на форуме поговорим о том, как работает мозг с нашими московскими, российскими исследователями, с Татьяной Владимировной Черниговской. Ух ты! И очень надеемся, что она найдет время и всем расскажет о том, поговорит о том вообще, как работает мозг, как работают мысли и что первично, ты или твой мозг. А нужно ли записываться вот на такую лекцию, чтобы попасть? Да, на многие лекции нужно записываться, поэтому есть сайт социодефисфорум.ру и с 19 мая, ровно за месяц до старта форума, у нас там будет обновленная, самая актуальная программа, и мы уже можем там все такие регистрации проводить. Это все можно сделать онлайн будет? Да, естественно. А я знаю, что накануне форума проходит так называемая микрофорума, в которых тоже можно участвовать. В парке зарядья вот какая-то будет программа. Ну, можно участвовать, можно следить, заходить на сайте, потому что очень-очень много направлений, обо всех сложно рассказать, о чем ты расскажешь, кого ты забудешь, все потом начинают волноваться и оскорбляться. Поэтому даже если вы не попадете на форум, мы будем вести трансляции на YouTube-каналах, все у нас будет в записи, потому что Москва действительно сейчас стал городом, одним из мировых лидеров по темпам социальных изменений, хотя всегда социальная политика Москвы в последние годы была одной из самых, наверное, сильных в мире. И у нас никто в городе не может быть, кем бы ты ни был, не обучен, оставлен без крыши над головой, не сможет быть голодным. Для всех-всех городские социальные программы имеют достаточное финансирование и ресурс для того, чтобы вот человека обогреть и с критической ситуацией вывести. Но тем не менее нам нужен новый технологический уклад, поэтому мы на форуме социальных инноваций показываем, как технологии поменяют еще и такое социальное развитие про человека. Но одно дело жить хорошо, а хочется же еще лучше. Вот для этого существует так называемый проект счастья, который объединяет в себя много различных направлений. По сути, что ни говори, мы все хотим счастья. Когда ты смотришь, что мы друг другу все желаем, и на профессиональные праздники, и на свадьбы, и на дни рождения с юбилеями, каких-то конкретных, но все равно там счастья, здоровья, благополучия. Это те вещи, которые составляют, наверное, суть наших представлений о гармонии, что такое хорошо и что бы мы хотели. Ну, как вы правильно сказали, человек чувствует себя счастливым когда? Когда все в порядке, когда ничего не, как бы сказать, раздражает человека, правильно? Вот мы сейчас уже навели порядок в городе, в регионах, и получается, что наш глаз радуется, да, как это происходит, посылает посыл в мозг, соответственно, ты становишься чуть-чуточку... Минимум кортизол, так вот, кортизол же, да, минимум, максимум серотонина, соответственно. Ну, там разные гормоны, и дофамины, и эндорфины. Смотри, вот вас пообнимали, так, тем, сядь дофамин вырабатывается, что-то там съели, хорошее, это серотонин. Слушайте, у нас остается буквально полминуточки, давайте еще раз напомним, уже такое, значит, с 19 по 21 июня, естественно, как угодно. Да, я всех хочу пригласить слушателей из Москвы, из других регионов, потому что у нас будет много и губернаторов, и региональных министров, все приезжают сюда на форум, показывают свои проекты. Всех хочу пригласить в 75-й павильон, ВДНХ, 19 и 21 июня, приходите, но самое главное, следите за собой, за своим здоровьем, правильно питайтесь, хорошо спите, проходите врачей регулярно, минимум раз в год, ходите к стоматологам. Спасибо вам большое. В общем, все это даст очень важные вещи, друзья, важные, мотайте на ус. Спасибо, Владимир Владимирович, обещаем, что все будем делать. Спасибо вам. Спасибо большое, приходите к нам еще. До свидания. Первый и единственный в России. Селерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну.